Возмущение местных жителей Идет продажа алкоголя и местные жители утверждают, что видели неоднократно, как продавцы передают какие-то свертки местным жителям Сейчас со мной все эти люди, они возмущены, они вышли, чтобы выразить протест произволу коммерсантов Так, например, с нами Николай Белецкий Николай, расскажите, пожалуйста, действительно вас так мучает это соседство? Наши проблемы жителей начались после того, как поставили очередной пивной ларек По ночам, вот есть, вы видите, волчье окно, так называемое, со звонком, когда сюда приходят страждущие, получают горячительные напитки и некие свертки После которых они становятся невменяемые Ну, я мог сказать так, орут на луну, бьются о пол Значит, дикие крики Жители вынуждены были убрать все лавочки вокруг дома, потому что жить стало невозможно Только это вас волнует? Нет Началось как бы с этого ларька, но закончилось тем, что вырубили сначала вот этот сквер Значит, после неоднократных обращений мы все-таки посадили новые деревья, они сегодня выросли На сегодняшний день, значит, уже опять он предназначен под топор Спасибо, я знаю, что из-за того, что происходит застройка придомовых территорий Еще одна местная жительница, Ксения Куриленко, не могла дождаться скорую Расскажите, пожалуйста, про тот случай Дело в том, этот же застройщик, который годом ранее, получается, испортил жизнь и дорогу возле нашего дома Ну, не нес никакой ответственности, не убирали эту территорию И ко мне не смогла скорая проехать И я с аппендицитом с 11 этажа по этой обледенелой дороге топала до скорой машины Мы решили продолжить разговор, сейчас жители улицы Сабанеева находятся в нашей студии Как вернуть чистый двор, чтобы у нас был прежним, как и раньше Сегодня мы обсудим в прямом эфире Итак, у нас в гостях я представлю Ксения Куриленко, жительница дома улицы Сабанеева Здравствуйте Также Николай Белецкий, житель дома по улице Сабанеева Здравствуйте Добрый вечер Руслан Галецкий, генеральный директор проектно-кадастровой компании Здравствуйте И Анастасия Рошенко, журналист, которая, в принципе, и занималась изначально этой темой Мой первый вопрос Вот на самом деле жить стало так невыносимо, что вы вышли на улицу Вы пришли сегодня к нам, в студию прямого эфира Что на самом деле вас так, жителей, раздражает? Вы знаете, критиковать начальство всегда дело неблагодарное Но молчать дальше невозможно Это тот минимум, который позволяет сегодня показать программа Полностью уничтожается придомовая территория, на которой мы прожили 30 лет Своими руками мы высаживали деревья, укрепляли откосы Значит, за наши деньги убирают дворники эту территорию, мы пытаемся Но на сегодняшний день муниципалитет отдал эту землю коммерсантам Ее разбирают на запчасти, мы просто лишаемся зоны проживания И население, конечно, становится, ну, в переносном смысле на дыбы И понимает, что нас начинают изгонять в собственной земле, на которой мы проживаем Как папуасам в свое время англосаксы выгоняли То есть ваша придомовая территория, она застраивается Строят ларьки, строят еще какие-то объекты Я так поняла, что еще многоэтажки рядом были построены Ваш девятиэтажный дом? Да, точно Сколько жильцов в доме? 300 жильцов 300 жильцов? Да Вот 30 лет назад на этом месте стоял только ваш дом? Значит, стояли три девятиэтажки, огромный пароход, 13 дом на 12 подъездов Люди были рады и довольны, денег не хватало Вот эта придомовая территория, строители не усповали ее И на субботниках вместе с городской администрацией мы восстанавливали откосы, зеленые насаждения Мы занимались этим, потому что мы получили квартиры, мы были рады И этот микрорайон спланирован по минимальным нормам советского времени Тоже денег не хватало Это были минимальные нормы Сейчас в эти территории, так называемое точечное строительство Пытаются вклинить одно сооружение, второе, третье И происходит коллапс Когда количество проживающих и квартирующих превышает все возможные нормы предела Николай, ну вы знаете, время-то идет И сейчас уже, посмотрите, миллионники как живут Точечная застройка на везде Я понимаю, ну может быть, да, вас раздражает, что окна в окна Ну а от этого не уйдешь Нет, вы знаете То есть современная жизнь как раз диктует Я слышу Жить в окна в окна Мы живем на одной из шестой части суши И земли в Приморском крае аж гектары раздают Можно в сторону Уссуриска застраивать еще три таких Владивостока И начали, вы видели, что федеральное правительство показало пример нашему муниципалитету Значит, построили снеговую пать Со всеми дорогами, детскими садами, больницами, школами, бассейнами и так далее И люди низкий поклон федеральному правительству Оно же не стало вытеснять уже живущих Выгонять, как сейчас, значит, наш гаражный кооператив Стариков, женщин, инвалидов на костылях гонят в никуда Значит, если вы не уберете, пришла армада Название-то какое? Армада Значит, им не определяют место, куда они должны уйти Их именем Российской Федерации Изгоняют земли, на которой они прожили 30 лет ее благоустроения Хорошо, давайте вот мы обратимся к специалисту Что касается, который разбирается в вопросах по земле На самом деле жильцы имеют право, требуют, чтобы рядом придомовая территория Не обустраивалась никакими там ларьками, магазинами Чтобы не было точной застройки Да, безусловно, да, мы должны, наверное, с сочувствием отнестись к жителям этого района Потому что это не самый благополучный район экологически Скажем так, все знают, да, там промышленная зона такая насыщенная И я с уважением отношусь к их борьбе за свои права И, по сути, сохранение зеленой зоны, в которой они находились И у них есть вполне естественные и прямые, скажем так, возможности сохранить эту территорию И сейчас, в первую очередь, нужно этим заняться Сохранить то, что осталось, чтобы не дать дальше расползаться этому Они имеют на это право, чтобы, например, на какой-то рядом площадке не стоял саларек? Безусловно, конечно Сколько, я не знаю, метров придомовая территория считается, что она относится именно вот Если, ну, скажем так, касаясь конкретно этого случая Там, ну, скажем, тут не в метрах, тут не в метрах ситуация Да, не все так просто Здесь земля, по сути, в чем проблема? Почему все так произошло вот конкретно в этом случае? Люди или граждане этого дома, ну, не только этого дома Если посмотреть на территорию этого микрорайона, да, в общей сложности Здесь поставлено на кадастровый учет только всего лишь один дом И вновь построен еще один А покажите, земля, дом, где живет Ксения и Николай Вот, 19-й дом И у них, вот, их зеленая зона, грубо говоря, вот она находится вся Ну, вот достаточно, нет? Да, она достаточно Но земля, это не у этих жильцов собственности Землю граждане не успели, не смогли Там разные причины, да, они не смогли ее оформить По ряду причин Эту землю должны были предоставить, скажем так, власти, да И, по большому счету, ну, они должны были приложить Жители должны были приложить усилия для того, чтобы инициировать это А власти должны были идти навстречу и предоставить Хорошо, я дальше попытаюсь разобраться Ксения, скажите, насколько на самом деле у вас благоустроенная территория Есть ли хорошая детская площадка Есть ли где там выгулять собаку Есть ли где припарковать машину Вот нам посочувствовали Я, честно говоря, ну, в замешательстве Потому что эта парковая зона Здесь всегда, сколько я себя помню Я на этом районе тоже живу всю свою жизнь Здесь всегда дети катались на роликах На велосипедах, гуляли, да Вот рядышком, где мы, собственно, и снимали репортаж Можно погулять и бабушки, и дедушки И с колясочками там гуляют Ну и как бы сейчас, когда хотят вырубить все это озеленение Я больше скажу В конце месяца апреля, это был последний день Я полгода звонила и узнавала, чья это территория Чтобы ее убрать, потому что там очень захламили, замусорили Ну там была свалка, грубо говоря Эта территория оказалась ничьей Найти контактов и хозяев мне не удалось У меня был большой лист А4 формата С двух сторон, отписанный телефонами разных служб В том числе и санитарной службы города Куда меня отправляли с одного провода на другой, на третий Я в управляющую компанию звонила Но мне не все равно, да, я вот такой вот человек Где я начну понимать То есть кто-то собирается захватить ваш сквер Редерский захват, конечно Деревья? Деревья Это произойдет так же, как выяснить И было внизу, вот допустим Луговая 70, Луговая 68 Между этих двух домов Чуть ниже территория Ксения, я знаю, что вы и сами пострадали Что рядом с вашим домом построили многоэтажки Ну, конечно же То есть многоэтажки построили Дорога функционирующая, подводящая как бы жизненно важную Нет, подождите, вот сейчас мы хорошо говорили про сквер А у нас буквально недавно есть история со сквером Который так хотели построить торговый центр Слава богу, жители сбунтовались и вот воевали Получается и у вас Здесь ситуация нет, 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 не совсем так Почему не совсем? Сквер, подождите Сквер на том знаменитом участке Это совсем другие вещи Здесь земля не оформлена Она не, ну, скажем так, она не граждан Она федеральная Ее пытались оформить, нам ее не дали оформить Вот Николай Михайлович пришел об этом рассказать Смотрите, мы разобрали все документы Ну, не совсем так Если углубляться в документацию Если у человека верить за глаза, то тогда эти дома были построены А местные жители говорят, что эта земля была оставлена для чего-то Для людей, которые там проживают Совершенно верно Поэтому эту землю нужно оформлять жителям этого микро-района У вас три дома Но жителям больше занят У вас три дома Я понимаю Либо вы предлагает выход специально Либо вы заберете ее себе, и она будет ваша Либо кто-то заберет другую Вы нам поможете? Безусловно Я думала, что у вас там даже растут такие ценные породы, как манчжурский орех Это правда? И то есть он, получается, может быть, истреблен и вырублен Я вам скажу больше Десять лет назад ночью нанятые люди вырубили И когда жители проснулись, они увидели зима и одни пеньки Поднялись А утром приехал трактор Выкорчевать эти пеньки Значит, вышли жители, люди И один из ветеранов, который прошел оккупацию войну Женщина Легла под этот трактор Буквально вот так, раскрыв руки И сказал, давите Меня давили немцы Давите и вы Значит, просто тракторист плюнул Понимая, что он делает И ушел, бросил технику Его не было неделю За это время мы смогли Значит, все-таки Добрым словом Сегодня хочу здесь Был такой природоохранный прокурор Осонов Что бы о нем ни говорили Он возбудил уголовное дело Нашел этих мерзавцев Которые по ночам пилят деревья И наказал их После этого мы посадили И сейчас эти деревья Выросли в Манжурский рек второй раз Поэтому это второе сражение Это второе сражение За этот небольшой участок земли Как малая земля Значит, что бы он остался Мне уже ничего не надо Ну смотрите, Руслан Говорит, есть выход на самом деле Что должны сделать жильцы в этом случае С 17-го года С июня этого года Упрощается там процедура Оформления земельных участков Под жилыми домами Под уже застроенными домами И если раньше это было сложно Это нужно было Проект планировки Межевания То на сегодняшний день Нужно всего лишь Пройти стадию Градостроительной документации Это межевание земельных участков Под уже построенными домами И мы собираемся Скажем так Мы предложили свою помощь Жителям В межевании Вот этой всей зеленой зоны Именно под их домами Вот фактически Используемое Территориальное Вот это вот Зеленое насаждение Все Мы под вас Их попытаемся оформить Вот Я поняла Еще одна Большая проблема Вашей придомовой территории Как мы видели сюжет Анастасия Рошенко Это злополучный ларек Вот как здесь Помочь решить эту проблему Жителям На самом деле Вот по версии Жители там продают Не только алкоголь Продают еще и наркотики И его могут купить Наркотическое вещество И дети Елена Значит Мы Имеем Вот такую переписку Килограммами Десятками килограмм По этому вопросу С властями И мы просили Эта история Тоже 15-летняя Значит Сначала там поставили Небольшой ларек Потом доигрались До того Зарезали женщину Я уже обратился В Федеральную службу Безопасности По своим каналам В конце концов Они нашли Надавили на какие точки Зацепили Выкинули Я показывал А ларек собирает Всех как раз Асоциальных Прошло время Теперь построили Более большой ларек Но суть та же Каждому подъезду Свой пивной ларек Вот эта программа Которая убивает Нашу молодежь Потому что Каждому подъезду Свой пивной ларек На самом деле Да Значит Она убивает Это программа Да Это программа Не дворик Вот этот Про который сейчас Пытаются говорить Это отдельный разговор Она расскажет А пивной ларек Значит Люди написали Вот такие петиции Сотни подписей Не делайте этого В адрес мэра В адрес земельного комитета В адрес архитектуры Целая переписка Все отписки? Молчание? Что в ответ? Мы учтем Ваши пожелания Общая фраза И получите назад Мы на сегодняшний день Понимая Что мы в сложном положении У нас нет полномочий Власть наши интересы Не защищает Не слышит нас А как раз Во всей документации Разбиралась Наша корреспондент Анастасия Рошенко Скажи Почему все так произошло? Почему не реагирует власть На просьбу местных жителей? Иногда выгодно не реагировать Я думаю Вот лично я Что происходит? Я посмотрела Во всей этой схеме Коррупционную составляющую Это же очень выгодно Земля Вроде бы как бы у дома Но никому Ни на кого не оформлена Можно спокойно кому-то передать Кто-то От кого-то наверняка Что-то получил Этот ларек Стоит формально Законно Законно То есть земля продана Да Вообще не снимает Пожарный разворот Который изначально Запланирован Архитекторами Водхнулись туда Куда невозможно было Конечно С нарушениями построено Еще в том же Ну как бы администрация Города закрывает А просто Земля-то Мы получили Я не стал Я не стал брать Вот эту переписку Потому что Никакой передачи Не хватит Но мы получили Оригинальное письмо Скажите Можно простой вопрос Что там за блатные Работают в этом магазине О Отдельная передача Если я вам расскажу Что же такое Я вам расскажу Ну это отдельная передача Это отдельная Это совершенно отдельная передача Хорошо У нас есть звонок В студии Давайте послушаем Вопросы, комментарии Пожалуйста Вы в прямом эфире Алло Здравствуйте Вот я вам звоню В принципе У нас же в этом году Очередная компания Экологическая Хотелось бы Такую вещь услышать Первое Я считаю Что пора и власть употребить А я ее не вижу Никак Никаким образом Дума Где наша Где законы об экологии Где Казахстан подсчет деревьев Реестровый Да Вот есть Будка Есть предприниматель Есть участок земли Где определенное количество деревьев Почитано Передано ему Есть люди Которые смотрят за этим Есть горячая линия Которой нет Где наше управление По озеленению Которое готово Спиливать деревья Уродовать их А мне ничего не сажать Только цветочки И все Это другое Другой вопрос В школе Почему нет высадки деревьев Как раньше было При хорошей Советской власти Почему нету Красной линии Почему люди Видят Показывают Чиновник Вот этот Который план А люди Человек стучался С листом А4 Во все Двери Для чего Вот этот человек Сидит здесь Его роль Какая Показать Что он Руки умыл А где Наше земство По Солженитину Где народные советы Так называемые Дома И почему Кто-то наживается На этих варьках Кто-то ведь Отдает эту землю Без решения Совета дома Этим чиновникам Не чиновникам А чиновники Получают деньги Может какие-то Левые и правые Здесь есть Корректорная составляющая Спасибо вам большое Спасибо На самом деле Проблема очень большая Вот буквально Недавно же У нас Появилась программа Губернатора По сохранению Всех парков Искверов Вот может Благодаря этой программе Мы сейчас Можем Что-то сделать Посмотрите В других городах Сколько парков А у нас Я сейчас Как-то Оппонировать Телефонному звонку Я не чиновник Я не отвечаю За чиновника Я пытаюсь Помочь Гражданам Восстановить Статус-кво То есть Человек По сути Безусмен На свои деньги Помогает Не более того Поэтому Если есть у вас Какие-то претензии К власти Вы пожалуйста Обращайтесь Власти В данном случае Директор Катастрофы В данном случае Да Есть губернаторская программа Куда мы В этом случае Вот конкретно В нашем случае Мы должны включить Наше зеленое насаждение В парковую зону И этим мы будем заниматься Именно здесь Если люди хотят То же самое Со своими земельными участками Со своими придомовыми территориями Которые у нас в городе Предостаточно Пожалуйста Обращайтесь Это ваше право Это ваша обязанность Сохранить На самом деле За вас За вас Это никто не будет делать На самом деле Надо Вы создали шум И пожалуйста Вас услышали Да-да-да-да Дальше конечно Отстаивать свой двор Те же двери Которые вы посадили Мы не только отстаиваем его самостоятельно Мы и сами выходим Убирать По локоть в грязи С пакетами Нам не дали это редко Здесь И мы по другую сторону Баррикады С муниципалитетом И как это было раньше И они были Зачинателями Субботников Восстановление территории И так далее Люди помогали Но сегодня Мы получили Письмо оригинальное Которое может войти в историю Значит после того Как экология Оштрафовала предпринимателя С этим варьком После того Все-таки что-то Сделано Сделано Отдельный разговор Сколько у нас ушло На это время Чтобы заставить их работать Штрафы там копеечные Не важно Не это Значит После того Как СЭС Предписание власти Муниципальной О закрытии Сегодня действует После того Как у него ряд Было нарушений Троекратных И за ним гонялась Милиция по городу Владивосток И пока она его не поймала Не привезла Руководителя участковых Служб Он не забрал Паспорт И все-таки Он тогда подписал Все документы А потом его Через суд Заставляли Оплатить эти штрафы То есть он Ну заплатил штраф И до сих пор он у вас работает Правильно До сих пор А теперь Дальше мы получаем А вот О коррупции А дальше мы получаем Письмо Что да Власть письменно За подписью Высокого руководителя Муниципалитета Признает Что это было Это было Это было Это было Тогда мы ставим вопрос Ну тогда может быть Его лишить И убрать отсюда Значит Они говорят Ну он же уже стоит Я бы хотела добавить Что такая ситуация На самом деле По всему городу Владивосток Вот тут где не пройдешь Везде Все утыкано ларьками Какими-нибудь Которые незаконно стоят Их уводят Например А потом привозят И например Это порождает Другие проблемы Ксения Куриленко Еще одно мнение Слышим Пожалуйста Ваш вопрос Или комментарий Здравствуйте Я хочу жильцам Пожелать силы Упорства в борьбе Я думаю Что у вас может Все получиться Но у меня такой вопрос Вот если вам Удастся Оформить землю Эту собственность Вы объединитесь Вот с другими домами Распределите этот участок И каждый там Вот оформит Ну по соответствующей Роле на свой дом Вот образуется Это у вас территория Вы же Мне кажется Что вам еще Придется Все содержать За счет собственных средств То есть возможно Будет увеличивать Тариф на содержание Вот Ну же я Вот То есть Чтобы вот Эта территория Лежит Расходы по содержанию Этой территории Лягут на ваши плечи То есть Вы на это тоже готовы Спасибо вам большое Мы ни у кого И не просили никогда помощи Но вот когда Я звонила Да мы сами вышли И сами Два года назад Обратились Когда мы поняли Что значит Власть нас не слышит Мы хотели жить В составе муниципалитета Мы имеем такое право Наше право Получить коллективную собственность И мы можем жить В составе Родненького муниципалитета Который мы избираем И он в силу закона Обязан жить Тоже нашими интересами Так говорит закон Значит Когда мы поняли Что эту территорию Нам пишут одну А делают другое Раздают А я приведу ниже пример Что раздают за деньги За крупные деньги Значит Мы тогда пришли к выводу Хорошо Мы подали В установленном порядке Через государственные РКЦ Регистрационные И попросили По сей день Два года В течение месяца Должны ответить Давайте еще отдадим Слово Аксении Потому что я знаю Еще одна проблема У вас есть Из-за точной застройки Вам даже Свой автомобиль Некуда припарковать Расскажите Правда Что чуть дело Не закончилось Не знаю Вашей гибелью Про аппендицин Ну да Не доехала Скорая Потому что Не смогла Запаркованные Территории Близлежащих домов И у нас вообще Там как бы Постоянные баталии Постоянные конфликты Происходят Люди не разъезжаются Не могут разъехаться Негде ставить машину Негде ставить машину Негде Даже не можешь проехать Ни пожарные Видим подтверждение Ролик Который иллюстрирует Насколько все Сложно Во дворе Ксении Я предлагаю посмотреть У нас единственное Да Не хватает времени Вот на Словак Я так поняла Что у вас был острый аппендицин И скорая не смогла проехать Все заставлено машиной У вас даже нет места Где вот эти машины Мы зимой на руках 500 метров Несли пожилого человека Скорая не могла приехать В наш дом В их не может Потому что Одноколейная линия Остается Однополосная И на эту Однополосную линию Даже забрали Пожарный проект Угол Засфальтированный Подготовленный Забрали под этот ларек И мы не можем разъехаться И мы вынуждены были На руках Зимой В одеяне Везти жителей Для того, чтобы спасти человека Не дай бог где-то задымление Мы смотрим в окна Что едут пожарные И это уже стало достоянием Общественности Все смотрят Как же Сколько засекают И сколько они проедут Ну все же может случиться Тем более пожар Коммуникация остается в 80-м году Да и был такой случай Сами помните Где здесь На Некрасовске Когда тоже Из-за припаркованных машин Смогли проехать Пожарные Дело в том Место Где разъезжается 150 метров Между двумя домами Значит По плану Обязательно Последний самый вопрос Нашему специалисту Скажите Может быть Вы здесь посоветуете Смогут на самом деле Как-то Можно вот этого Коммерсанта убрать Если настолько Он мешает Местным жителям Или это очень трудно Если он купил землю Ну если он даже купил Я уже Мы посмотрели Совместно Документы Насколько Мы сделали Депутатский запрос По поводу Договора По которому Он там находится Да Аренды И У меня есть Упрощенный вид На этот На этот случай На эту ситуацию У него заканчивается Буквально в этом году Договор аренды Мы просто должны Инициировать Жители должны Инициировать У департамента Земельных отношений Инициировать Процедуру Прекращения Договорных отношений С этим арендатором Ввиду того Что там Кроме вот этих всех Скажем так Уголовных Каких-то трудностей Там еще есть По сути Его Неправильное расположение Там куча 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 Всего Чем можно Аргументировать То есть Земельного законодательства Чем можно Аргументировать Он захватил Больше земли И вылез на Проезжую часть Чем ему отвели Вы готовы идти на это Готовы дальше Отстаивать Мы занимаемся У нас нет возможности Это терпеть Хорошо Мы пожелаем вам Не дайте превратить Свой район Свою улицу Сабанеева В гетто Потому что На самом деле Если не вы То никто Два слова Значит Жители В адрес губернатора Выступили С письменной инициативой Разбить на этом месте Сквер Адмиралу Сабанееву Спасибо большое Это была программа В центре внимания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok